Исполняющий обязанности начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения, майор полиции Безручко Иванович. Галатий Иванович, расскажите вам о том, что происходит. В 3 часа 30 минут на пульт дежурной части поступило сообщение от проезжающих, что на участке автодороги, на проезжей части, о чем скажем, в Троицке, находятся элементы большегрузного автомобиля, который указывает о разрушении автомобиля. По предварительным данным, данная фура перевозила двуокись углерода, то есть сухой лед. В результате технической неисправности произошло разрушение автомобиля, что повлекло гибель водителя данного транспортного средства. В данный момент сейчас работает на участке следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины данного происшествия. Сотрудники госавтоинспекции производят сейчас безопасность, место происшествия. В связи с этим у нас сейчас ограничено движение, вообще прекращено. Это от 28-го километра до 30-го километра полностью закрыто движение участка очно-служивого проезжего автодорога. Сухой лед представляет какую-то опасность? Нет, не представляет опасность. Можно сказать, что это углекислый газ. Сколько еще будет работать в Узбеке, когда откроют проезд? Пока на этот вопрос точно сказать не представляется возможным, потому что много обстоятельств, которых нужно установить в результате чего произошло. Ну и соответственно очистить проезжую часть, убрать с проезжей части элементы, изъять, чтобы ничто не препятствовало подвижению и не создавало угрозу. По предварительным данным он двигался со стороны города Ачинска, со стороны города Узбеки. Других пострадавших кроме водителя нет? Пока данных никаких нет. Больше никаких фрагментов, указывающих на гибель кроме водителя, на месте происшествия не обнаружено. А что-то о водителе самом известных, возрасте или... Пока нет, только установлен собственник автомобиля, с ним связывались. Он выехал из города Мариинск. То есть на данный момент он недоступен, возможно, он едет в пути исследования, поэтому на связи его. Спасибо.